Всем привет! Итак, сегодня я начинаю вот эту открытку по номерам. Называется она именно открытка. Ну, по своей сути, это раскраска по номерам с каким-то дополнительным декором. Но называется она открытка, потому что именно ее можно дарить как открытку. Кстати, мне кажется, это очень хорошая идея. То есть, в общем-то, такая открытка красивая, большая, сделанная своими руками. Ну, давайте посмотрим поподробнее. Я напомню, что у меня в данном случае это вот такие вот маки должны в итоге получиться интересные. Так, с обратной стороны мы тут видим инструкцию по раскрашиванию открытки поэтапно. Так, ну, то есть, собственно, изначально выполняется раскрашивание. После раскрашивания придумайте дизайн по своему усмотрению. Выделяя центр композиции или другие фрагменты. Блестящие стразы подчеркнуты выделит композиционный центр. Пайетки добавят шика деталям. Булавками удобно фиксировать цветы из лент, драпировать ленты. Ленты, цветы из лент принесут в вашу работу легкости и ячество. Напишите поздравление на обратной стороне открытки, ваш подарок будет бесценен. Ну, то есть, я так понимаю, что вот это все должно как раз входить в набор. Холст на подрамнике, акриловые краски, кисти, стразы, емкость для страз. В общем, все для страз. Пайетки разных цветов, булавки для пайеток и лент, ленты и цветы из лент. Клей. Довольно такой обширный получается списочек того, что входит в набор. Ну и давайте посмотрим поподробнее. Проверим. Все достали? Да, вроде бы все достали. Так, это у нас сразу контрольный лист. Размер 30 на 30 сантиметров. Количество цветов 23. Инструкция. Приготовьте рабочее место, емкость с водой. Установите холст на столе. Так, 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 закрашивайте. В общем, такие вот рекомендации. Информация о том, что краски высыхают очень быстро и нужно их тщательно закрывать. Давайте посмотрим дальше. Посмотрим, собственно, на холст сразу, да? Мне интересно. Вот почему это называется открытка. Вот так. Потому что здесь вот можно как раз написать поздравление. То есть обратная сторона холста, она не просто пустая, она оформлена вот таким образом. И здесь можно написать все что угодно. Ну, кстати, да, очень, в общем-то, мне кажется, действительно хороший вариант. И там внутри что-то есть, мне кажется. То есть здесь не просто холст натянут на подрамник, там внутри есть еще какой-то наполнитель, да, скажем так. Потому что, насколько я понимаю, тут раз в булавке используется вот такое огромное количество различных булавок, то, соответственно, должна быть возможность их куда-то воткнуть. Воткнуть их просто в пустой холст, да, было бы странно. А вот так как там есть наполнитель, я думаю, что эти булавочки будут, значит, хорошо держаться. Что я могу сказать по холсту? Во-первых, это все запаяно в пленку защитную. То есть при пересылке и так далее никак не повреждается. Ну да, это хорошо, здорово. По нанесенному рисунку могу сказать, что линии нанесены четко и они достаточно тонкие. Да, нанесение хорошее. Я не знаю, как будет закрашиваться, да, вот эти все циферки, но нанесены они очень четко и хорошо видно. Бывают раскраски, в которых вот это вот нанесение цифр такое, ну, смазанное. И, честно говоря, я от этого очень страдала, потому что тяжело было раскрашивать такие раскраски. Ну и раз долго думаешь, что же это за цифра, постоянно приходится обращаться к контрольному листу. Здесь вроде бы все достаточно хорошо видно. Почему-то есть какие-то области серого цвета. Не знаю, возможно, это тоже какой-то определенный цвет. Может быть черный. Что-то пока не поняла, в общем. Ладно, поехали дальше. Эти вот булавки, гвоздики я вам уже показала. Давайте посмотрим на краски. Красок 23 номера здесь должно быть. Да, так понимаю, что серым цветом обозначена вот эта краска. Судя по всему, она черная. Собственно, на ней нет номера и там, соответственно, тоже номера нет. Две баночки с краской под номером 4. Это красная краска. И я так понимаю, что здесь все раскрашивается без смешивания красок, что удобно. Ну, да, смешивание это, конечно, может быть кому-то нравится, но как-то большинству, мне кажется, людей все-таки больше нравится рисовать без смешивания красок, потому что так проще. Так, кисточки, широкая кисть и тоненькая кисточка. Номерочков я никаких не нашла, но вот вам покажу. То есть именно тоненькая кисточка для прорисовки мелких областей и широкая кисточка для более крупных. Это, кстати, тоже удобно, потому что часто в раскраски вкладывают только одну кисточку, тоненькую, и я брала какую-нибудь из своих имеющихся широкую, чтобы закрашивать более крупные области. Во-первых, чтобы не трепать лишний раз вот тоненькую кисточку. Во-вторых, ну, собственно, большой кисточкой удобнее закрашивать большие области. Дальше какие-то украшалочки пошли. Так, вот это еще, кстати, это не украшалочки, это подвесики. То есть с помощью вот этих элементов, ну, они вкручиваются, и можно работу повесить. Да, насколько я понимаю. И вот теперь украшалочки. Пайетки. Пайетки различных цветов, всевозможные, самые разные. Желтые, золотые, какие-то красные, розовые, синие, зеленые. То есть прям такой микс конкретный на любой, наверное, вкус. Белые тоже есть, черные тоже есть. То есть выбор очень большой пайеток. Затем вот такие вот тоже стразики, алмазики. Тоже огромное количество всевозможных цветов. Плохо видно, они переворачиваются, но тоже видно, что красные, синие, зеленые, фиолетовые, желтые. Честно говоря, не знаю, вкладываются ли разные вот эти вот стразики, пайетки во все раскраски или одинаковые. Мне кажется, что, скорее всего, вкладываются одинаковые. И можно на свое усмотрение выбирать, какие хочешь те и использовать. Так, это еще не все. Есть вот такие вот тоже украшения. Как они правильно называются? Я не знаю. Хочется вам как-то показать. Они не хотят. Попробуем как-то вот так показать. То есть смотрите, там какие-то цветочки, сердечки. Я так понимаю, что они тоже приклеиваются. То есть с обратной стороны они гладкие, такие блестящие. С лицевой стороны они имеют какой-то определенный цвет. И они такие объемные, переливаются. То есть тут несколько граней нанесено, поэтому они так вот блестят. Есть здесь цветочки, есть сердечки, и есть такие вот листочки, наверное, бы я их назвала. Такой формы листочков. Но они есть разные вот эти листочки. Разные по цвету, я имею в виду. Есть розовые, зеленые и голубые. Вот такой вот еще набор украшений. Далее ленты. Ленты и цветы из лент. Цветы из лент вот такие беленькие. И сами ленточки. Ленточки, тут есть такая широкая лента. Но она как бы коричневая, она с каким-то красноватым отливом. Немножко, так в бордовой слегка. И какая-то зеленая, я вижу, там лента есть. Сейчас их доставать не буду. И вот розовую тоненькую ленточку вы тоже, наверное, все видите. Так. Далее. Здесь у нас что? Я так понимаю, что в тюбике у нас клей. Вот эта штучка для того, чтобы брать всевозможные стразики. Вот эта зелененькая, я так понимаю, как раз для того, чтобы сюда можно было насыпать все вот эти мелкие элементы. Я не знаю, для чего вот эта вот штучка в виде квадратика. Что ж, я так мучаюсь, их же достать можно. Да. Вот это, так думаю, клей. И еще здесь есть лак. Вот. Такие две баночки с лаком. Ну, я так понимаю, чтобы покрыть картину, покрыть работу лаком. А, я поняла, что это за квадратик. Это сухой клей, используется для захвата страз. Я, правда, не совсем понимаю, как именно его использовать. Емкость для страз, стилус для страз, это понятно. Пайетки, булавки для пайеток, тоже понятно. Ну, то есть все остальное понятно. Вот с этим вот квадратиком, который сухой клей, я не совсем понимаю, как им пользоваться. Ну, ладно. Что-нибудь придумаем. Ну, что ж, я, пожалуй, буду приступать к этой работе. По крайней мере, страха перед раскрашиванием у меня нет. Ну, а насчет украшений пока не знаю. Возможно, я даже вам сниму видео, как я это буду делать. Но посмотрим. А на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok